Девушки отдыхают Кстати, сегодня день даже любопытный Сразу несколько таких праздников отмечается С весьма забавными названиями День нестандартно мыслящих людей сегодня Всемирный день почки День домашних насекомых Всемирный день диджея Так что праздники не заканчиваются, пожалуйста Вот сегодня такое разнообразие Ну, одна из основных тем у нас сегодня в городе Это, понятное дело, очередной сюрприз погоды Хотя я не знаю, уже можно ли это называть сюрпризами Для дорожной службы коммунальщиков Да, сегодня утром глава администрации Вячеслав Симаков в своем телеграм-канале Опубликовал очередной пост Посвященный непогоде В частности, сети менеджер написала о том Что дал подрядчикам распоряжение Как можно меньше использовать реагенты Чтобы не разводить дополнительную грязь На дорогах, на проезжей части В первую очередь Но еще раз напомнил Вячеслав Николаевич управляющим компаниям Об их обязанности по очистке дворов и крыш Очень надеемся, что Они прислушаются к этой рекомендации Да, вот я в прошлый раз говорила, что Наблюдала, как на следующий теж день Буквально после того, как Нагоняй дал Олег Соколов На своем еженедельном совещании Многие управляющие компании взялись Видимо, быстренько чистить крыши Но вот, видимо, эта работа продолжается Снег с крыши сбрасывают Но внизу-то его расчищать не успевают И вот буквально сейчас я шла до редакции Прям по сугробам, по Липнихта, да? У нас с одной стороны деревья, а вот по Липнихта Еле, ну, прям по колено сугроб на тротуаре Не расчищен И судя по тому месиву, который на этом тротуаре Он лежит, ну, вот не полчаса назад Этот снег с крыши сбросили, конечно же В общем, опять приходим к мысли О том, что лучший борец со снегом Это весна, да? Когда растает, тогда исчезнет эта проблема Но пока не справляемся Вячеслав Николаевич, кстати, да, у нас будет на связи По крайней мере, ожидается Ну, по другой теме Да, по другой теме Во втором части Тема эта связана с тем, что в очередной раз Уж не знаю, мы тут сбились со счета Улицу Спаскую предложено сделать пешеходной На этот раз инициатива исходит от Вятской торгово-промышленной палаты Но сразу уточним, что не вся Спаская А только лишь участок от Володарского до Ленина То есть, получается, два квартала Володарского свободы, свободы Ленина Ну и там у нас же Учаточек, соответственно, есть за Ленина От Ленина до Казанской Новость эту опубликовало в том числе Правительство нашего региона В целом в радужных Как мы поняли, да, судя по всему На этот раз инициатива вроде бы как нашла поддержку Ну и еще уточнение Не на все дни недели это планируется сделать А только лишь на выходные и праздничные дни Якобы все это должно уже стартовать Одновременно с началом туристического сезона В нашем регионе он у нас обычно открывается в начале мая Если не ошибаюсь Ну вот тогда уже якобы Спаская на упомянутых участках Должна стать пешеходной Много мероприятий там планируется проводить В том числе так называемые дни районов Кировской области С участием творческих коллективов из муниципалитетов С продажей товаров традиционных для районов и так далее В общем, посмотрим Ну и обсудим эту тему с Вячеславом Николаевичем Да, ну и собственно инициатора Или одного из инициаторов Этой темы тоже услышим Это Андрей Юсенко Президент Вятской торгово-промышленной палаты Ну и кроме того у нас на телефоне ожидается Еще несколько специалистов По истории города По внешнему облику города Как они в общем оценивают Такую инициативу Ну повторюсь уже много-много раз об этом говорили То Спасская, то Московская Какие основные доводы против у нас всегда Власти озвучивали Офисы, много офисов расположенных С транспортом Иногда звучит, что какой смысл делать пешеходный Там нет наполнения на этой улице Ну вот как бы два таких вот таких-то аргумента И жители близлежащих домов Что они не смогут подъехать Непосредственно подъехать к своим То есть там даже я помню По какой-то улице был Инициаторы одного из таких проектов По какой-то улице даже составляли Конкретно список домов Которые подпадают Под ограничение, если его введут И даже рисовали схему Как жители этих домов Могут проехать к своим домам Но в итоге вот Ничем, по крайней мере в прошлые разы Ничем это все не закончилось, как мы видим Ну и если идея Ну я так понимаю Такой промежуточный Какой-то компромиссный вариант получается Раз не на всю неделю Давайте хотя бы на выходные и праздничные дни Попробуем Это, видимо, будет в том числе И связано с установкой запрещающих знаков Туда нельзя будет въезжать на транспорте И время действия этих знаков Видимо будет обозначено Ну я думаю, что мы потом Если это все получится Наверное, нужно будет еще это с ГИБДД обсуждать Да, конечно Или будут какие-то заградительные Большие автомобили-автобусы Была в Краснодаре на Красной Ее тоже перекрывают по выходным Но я не помню, признаться честно, знаки какие То есть как там это регулируется Ну, как говорится, ближе К дате реализации этой идеи Будет понятно Я думаю, что не последний раз Будем об этом сегодня говорить Ну а наша первая тема Тема первого часа Мы продолжаем по большому счету То, о чем говорили позавчера Во вторник Новые антиалкогольные ограничения Что получат горожане и бизнес Вот как-то про бизнес мы не успели Во вторник поговорить Напоминаю, что речь идет о новом законе Ну, как новом Он принимался-то еще несколько лет назад Известно о нем было давно Да, называется он Об установлении дополнительных ограничений Времени, условий и мест розничной продажи Алкогольной продукции Мест розничной продажи Алкогольной продукции При оказании услуг общественного питания В нашем регионе Две основных запретительных меры Это, во-первых, запрет розничной продажи Спиртного в объектах общественного питания Где зал Менее 50 квадратных метров по площади Это касается помещений Которые в многоквартирных домах расположены Или на прилегающих к ним территориях Ну и запрет номер два Это розничная продажа Алкоголя в мини-магазинах Как правило, это мини-магазины Которые размещены на первых этажах Многоквартирных жилых домов В цокольных, в подвальных помещениях И при этом они в свое время Должны были быть переведены Из жилых в нежилое Вот они тоже под запрет попали Комментарии, кстати, появились в интернете В том числе и в последние дни Переживают люди Действительно, есть группа определенная За бизнес, за будущее бизнеса Может быть, это сами предприниматели Бизнесмены пишут Ну, у нас сегодня такой пул спикеров По этой теме сложился Это в основном все депутаты Кировской городской думы Да, сейчас их будем постепенно набирать Я, честно говоря, еще не обращал внимания Продолжают ли работать эти небольшие Магазинчики с известными названиями Если ты говоришь о магазинах Не пользовался их Не пользовался их Их услугами в последние Я знаю, да, несколько Которые перестали Продавать алкоголь Причем буквально в первый же день Первого марта А вот, насколько мне известно По крайней мере, по поводу одной точки Вот то, что мы называем 24 часа Минимаркет Круглосуточный, да Там ничего пока не закрывалось То есть все продолжает функционировать Как и прежде Ну, по крайней мере, вот это 3-4 марта Мне люди говорили, что вот Один из магазинов В непосредственной близости Находятся вот эти две торговые точки То есть одна принадлежит федеральной сети И вторая вот это тут Минимаркет 24 часа То есть магазин федеральной торговой сети С 1 марта перестал продавать алкоголь А вот минимаркет нет Ну, я повторюсь Во вторник мы говорили о том Что наши коллеги из газеты Бизнес-новости в Кирове Провели небольшое расследование Да, побывали Непосредственно в этих магазинах Где-то действительно Алкоголь полностью изъяли Из продажи Где-то торговые точки Попытались переформатироваться Вот как раз в заведении общепита Но при этом у них Квадратура не позволяет Она менее все равно 50 квадратных метров Как они дальше будут работать В общем-то Неясно И очень настораживает, кстати, тот факт Почему нас власти заранее вообще изначально не озвучили А сколько у нас попадает под закрытие-то, да? Ну, эти цифры в прошлый раз нам, по-моему, полиция озвучила примерно Сколько? А, ну да По всей области мы имели в виду И это не одна сотня, по-моему 250, что-то в этом роде, да Я найду потом попозже Юрий Шлемензон с нами на связи Депутат Кировской городской думы Юрий Львович, добрый день Добрый день Да, добрый день, Юрий Львович Спасибо, что вышли на связь Говорим мы сегодня о новых антиалкогольных ограничениях По местам продажи спиртного Как вы оцениваете эти законодательные нормы Вступившие в силу с 1 марта Насколько они отразятся на бизнесе, на жителях Логика в этом есть Раз мест меньше продажи, значит и пить будут меньше Давайте в этом направлении тоже пофантазируем Ну, это такое относительное понятие, конечно Потому что у нас, к сожалению, еще существуют в магазине 24 часа Которые не должны продавать алкоголь Но мы в совместной работе депутата и УВД Как-то не можем решить проблему того, чтобы не продавали в неурочное время И вообще не продавали в этих магазинах алкоголь В данном законопроекте меня смущают некоторые вещи Хотя он, наверное, и актуален Для снижения продаж алкоголя, если это необходимо Но вот там есть такой пункт Например, о запрете торговли в помещениях, которые были ранее переведены И в жилых помещениях, и в нежилые помещения Ну, понятно, что собственники не могли предположить О таких коренных изменениях положения Правила менять пути Не совсем верное решение Ну, я не вижу там развита Первый этаж и цоколь тоже Вот такая номенклатура появилась Поэтому Я думаю, что это, конечно, снизит напряженность в определенных домах Где проживает много населения и дни Есть нарушение правил Не правила поведения граждан В округе этих магазинов Это, конечно, наверное, снизит напряженность Но по бизнесу, я думаю, что это не совсем правильное законное решение Юрий Львович, смотрите Смотрите, да, вот с точки зрения заявленной цели Шаговой доступности, антиалкоголизации населения Вот какая разница Мы просто задавали в прошлый раз, да, автору законопроекта Вопрос, собственно Есть же дома, которые уже в советское время строились с этими помещениями торговыми То есть, соответственно, они не были переведены из жилых в нежилые То есть изначально они были нежилые Изначально, то есть там был магазин, там торговали алкоголем И там продолжат торговать алкоголем Так вот, с точки зрения антиалкоголизации населения Какая разница, этот магазин задумывал Был раньше квартирой, и там сейчас продают алкоголь Или не был раньше квартирой Ну, в принципе, непонятных моментов в этом законопроекте Он, наверное, несет какую-то положительную роль По снижению Если за счет снижения продаж можно снижить Алкоголизация населения Хотя, наверное, есть другие факторы Которые влияют на Большее распитие алкоголя Поэтому вот есть те нюансы На которые я бы хотел обратить внимание Что не все Так сливается с нашим законодательством И роль этих пунктов Она как-то неоднозначна Может быть, к вам, как депутаты Уже обращались представители бизнеса Не знаю, с просьбой рассмотреть Как-то заострить внимание именно на проблемах предпринимателей Разговоры были, официальных обращений не было Но, в основном, были вопросы по помещениям Которые были переведены из жилых в нежилые И теперь они в запрете В частности, бытует такая точка зрения О том, что от этих небольших алкомаркетов Как мы их называем Избавляются в угоду Каких-то больших сетевых магазинах Разделяется вы эту точку зрения? Не разделяется? Наверное, это Большин может иметь право на жизнь Ну, это покажет Приехать это Так, на продаже Это должно пройти время Имеет право на жизнь Такая теория Хорошо, благодарим вас Юрий Шлемензон Депутат Кировской городской думы С нами был на связи Нашла цифру 250 Да, да, да Верно, я, видимо, вспомнил Ту цифру, которую нам Представитель управления Министерства внутренних дел Озвучивал по нашему региону Ну и напоминаем, да, о том Что если торговцы будут нарушать Этот запрет То там предусмотрены Немаленькие штрафы На должностных лиц Это взыскание от 20 до 40 тысяч рублей До 2 тысяч рублей, если не ошибаюсь Да, мы говорили об этой цифре Во вторник На продавца непосредственно, да И юрлицо тут рискует Наибольшей суммой От 100 до 300 тысяч рублей Плюс предусматривается конфискация Алкогольной продукции Это тоже немаленькие затраты Да, вот Мне еще интересно Ну вот мы по большей части Конечно, все равно рассматриваем Киров Но это же касается всего региона Конечно И мне интересно Вот в районах Если Я не знаю Если это в населенном пункте Единственный вообще магазин И он расположен, например В жилом доме Ну То есть там есть и продукты И алкоголь То есть лишаются местные жители Вообще, да Возможности приобретать Нет, у меня есть подозрение Что владельцы могут сказать Раз мы не продаем алкоголь Который составляет, например, 50% до оборота То мы тогда вообще не будем ничего продавать Соответственно, закрытие, да Да Ну, как правило, на мой взгляд Как правило, в небольших населенных пунктах Отдельно все-таки стоящие здания Ну да, вот маленькие такие домики Да, либо они деревянные Либо капитальные, каменные Там наши Оставшие еще с советских времен Но, на мой взгляд, там Менее остро эта проблема стоит Еще один депутат Кировской городской думы С нами на связи Владимир Журавлев Владимир Вениаминович Добрый день Здравствуйте Владимир Вениаминович Мы обсуждаем вот этот новый запрет По местам продажи спиртного И небольшие магазины В том числе и сетевые И мини-маркеты И общий пит Да, если квадраты Количество квадратов Площадь менее 50 То все уже нельзя Как вы оцениваете Эти поправки Приведут ли они К тем целям Которые заложены В этом законопроекте С точки зрения Защиты Прав бизнеса Можно ли это оценивать Таким Можно ли это считать Таким Сильным ударом По предпринимателям Ну вот вы смотрите Изначально Да, я тоже как бы так С настороженностью встретил Потому что тоже являюсь Бизнесменом Правда я там Меня не связано С алкоголем Или там с сигаретами Мой бизнес Но Понимая что Ну То есть я всегда смотрю Нет ли это перекоса С какой-то стороны Вы знаете Когда мы Так детально изучили Закон То в нем четко прописано Вот этот удар Он наносится по Знаете у нас есть бич в городе Кирове Это Продажа Шкаликов Продажа шкаликов Вот этих Спиртосодержащих Так называемых То есть там Арендаторы ИПшники Очень часто там Ну как бы арендуют Небольшие Например Токольные Подвальные этажи И соответственно Продают их там Да Почему сделано Вот например Алкоголь на первом этаже Не запрещено И вот многие Красное, Белое Горелие, Бристоль Они действительно Остаются в торговле Если у них Даже там Независимые 50 метров Не обязательно Да Если это продуктовый магазин Продажа алкоголя То они остаются Запрещены Запрещена продажа алкоголя Я знаю Некоторые Бристоли И Красное, Белое Пострадали Там как раз Сокольные этажи Да Вы знаете Даже Я знаю По одному адресу У меня в округе Тоже пожаловались Бизнесмены Даже в пятерочке Хотя это такой Современный дом Но он числится Соколем И пятерочка Остается А алкоголем там торговать нельзя Это Это по адресу Советская 49 Знаете У фирмы Железно Большой огромный Зон Я там с удивлением Но по техническим документам Он считается Сокольным этажом Формально Хотя Там из того Что это под горочкой Ну в принципе Это полновесный Первый этаж Но по документам Вот так И возможно Наверное Придется переводить документы И все Что меньше 50 метров На первом Это же Запрещено Алкоголь Только в случае С общепти Там Это знаете Тоже связано Когда Фактически делают Ну вот эти Такие забегаловки Рюмочные Да И как практика 99 процентов Они меньше 50 процентов Поэтому Тут вот законодатель Достаточно точно Бьет по Ну как бы По такому По серому бизнесу Ну и продажи Этих Содержащих Содержащих Владимир Вениаминович Можно Можно я вас Быстренько перебью Чтобы вы далеко Мы не уходили От этой темы Я вот Позволю с вами Не согласиться Что законодатель Тут почему-то ударил Потому что мы Не первый раз Наблюдаем эти попытки Ударить по шкаликам Ударить по рюмочным И они Вот Ну практически Ни к чему не приводят И ведь откровенно Это говоря То законодательство Которое уже есть Оно позволяет Бороться с этими точками Как говорится Было бы желание Зачем нужен Новый законопроект Нет Ну вот смотрите Я сам участвовал В рейдах Мы приходим Ночью Запрещено Маркет Такой Торговля продукции 24 часа Заходим ночью Делают контрольную закупку Покупают там водку Да Сотрудники Да мы знаем Мы знакомимся с этими Отчетами Заходим Мы составляем Акции Там штраф Ну 5 тысяч Ну повторно 30 тысяч Слушайте И человек продолжает Этим заниматься Так может нужно было Штрафы в существующих Законодательствах Увеличить Ну вот Смотрите Здесь Вот я все-таки Вижу Я не знаю Точно С какой целью Законодатель Ну я так условно Принято Принято называть Законодатель Хотел сделать Ну вот в моем понимании При моей аналитике Это мое личное мнение Что это удар Как раз По шкаликам Потому что 90% Это подвалы Соколь И все остальное И вот я разговаривал С пятерочкой И вернее С престолем И с красным белым У них в стокольных этажах Ну меньше 10% Там 5-7% Таких магазинов Они говорят Что Ну за три месяца За полгода Просто возобновим То есть Изменим свою политику Ну и Возьмем те площади Которые позволяют Им торговать И существовать Вот и все Для них это не является Критически неприятным Но не является Критически неприятным Ага Ну Насколько это удар По шкаликам Я бы тоже Наверное Тут поспорил Вы знаете Я периодически Посещаю Магазины Небольшие Как правило Это магазины Которые находятся Не в центре города Ну в поисках Там да Более дешевого товара Но того же По качеству По ассортименту Можно такие магазины У нас в городе найти И эти шкалики Они попадаются Именно в этих торговых точках Вот в неожиданных местах Да Где там Такая сборная Солярка Солянка Простите Всевозможных товаров Да 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 Вот носки Вот хлеб И так далее И бац И шкалики Тут еще А в последний раз Я шкалики вообще увидел В крупном сетевом магазине Не буду произносить название Где проходимость Довольно Высокая Так скажем Магазины Низких цен Вот они там Прямо при лавках Ну вы знаете Я с вами согласен Что Для того чтобы С каким-то явлением бороться С каким-то явлением бороться Нужна система мер Ну вот это как бы Одна из системных мер Ну вот я и вижу В моем представлении Хотя Я может быть соглашусь С нашей И что Оно может быть Не универсальным Сто процентным Но что-то оно решает И вот я знаю Что вот такая И там Знаете Вот сейчас уже будет Если мы Условно говоря Ночью пришли И купили алкоголь С нарушением Вот этого закона Там два случая Это уже уголовное дело То есть сейчас Законодатель немножко Завернул гайки И у нас появляется Раньше И это Вот не было такого То есть да Административки идут Главное чтобы не было Административок Там условно говоря В течение месяца Там двух или трех Здесь Жуще становится Хотя посмотрим На эффективность Понимаете Закон Должен просматриваться На то как он должен Насколько он будет Эффективным И по каким точкам Ударяет Но практика Часто и жизнь Она вносит Какие-то свои коррективы Давайте посмотрим Вот пятерочка В смысле магнит И Нет не магнит А красное, белое Брестоль Они уже сказали Что на них Это не является критическим Они сначала Очень сильно испугались Там стали Даже некоторые Алкоголь убрали С продажи У тебя за некоторых Мы сейчас-то навернулись И сказали Да мы разобрались Все нормально Благодарим Да спасибо большое Время мало остается Владимир Журов Хотя моя позиция Как депутата Что такие Алкомаркеты Как Брестоль И Красно-бело Должны вести Какую-то еще Социальную нагрузку То есть они Условно говоря Продают алкоголь Соответственно Ну давайте какие-то Например Поддержка детского Спорта А я вам Знаете что скажу Там есть поддержка Детского Там детское питание Всегда было дешевле Чем в детском мире Это как Молодая мама Замечание такое Вот у меня Самый ближайший Дарья магазин Для нашей семьи Он находится Ну вот у нас Сейчас метр Красно-бело Мы там Давно уже покупаем Масло Сметану Я тоже Вот видите Сейчас Какашный появился Для нас это удовольствие Ну я уж не говорю Про конфеты Мало того Корм для животных Мы тоже покупаем Там Там Кофе покупаем Там Чай Майонез Полисковое масло Яйца Ну знакомая тоже история Конечно Для многих Да И для нас тоже В том числе Владимир Вениаминович Раз уж Продолжаем разговор У нас полтора минуты До рекламы Все-таки задам этот вопрос Возможно На уровне нашего Городского парламента Еще планируется Внедрение Обсуждение Каких-то Антиалкогольных норм У нас депутаты Периодически Там пытаются Пересмотреть Расстояние Да От магазинов Торгующих Вынести За пределы города До соцучреждений Известно ли Да Ну вы знаете Мы много раз Последили Да конечно Есть такие Жесткие Запретите Все остальное Но тема Тема с алкоголизацией Там С табакокурением Она уже Ну она не только у нас В стране Она уже Всеми исследована И однозначно Там запретами Одними жесткими Нельзя решить вопрос То есть нужна пропаганда То есть нужна пропаганда Противительская работа О том что это вредно Курить Там алкоголь И остальное Я хочу сказать Кстати у нас Знаете Уже где-то С двухтысячных годов Вот продажи алкоголя Потребления алкоголя Они потихонечку Но все равно снижаются Мне Трудно сейчас Статистику вспомнить Это пиво Вот пиво немножко росло А крепкие спиртные напитки Вот они в общем-то Как бы так снижаются Знаете Мы как-то Я не помню Правда перед этим Новым годом Или перед прошлым Новым годом Выяснили Что на маркетплей На одном из маркетплейсов Продажи самогонных аппаратов За год С 21 по-моему Скакнули В 300 раз 300 Поэтому возможно Упала продажа Либо официального алкоголя А пить-то меньше Кажется не стали Который производится В промышленных масштабах Я подошел с вами Это тоже место И вот так Ну я сам например Крепкие спиртные напитки Употребляю Да Напитки И вот я слышу От друзей Там Ну вот Зарькомы каких-то Они Да Перешли на это Ну из-за того Что там дело Даже не в цене Они говорят Что это качественно Другой продукт Ну да Причины разные Владимир Вениаминович Да К сожалению Сейчас реклама У нас автоматом Запустится Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы Прервемся Спасибо Владимир Вениаминович Или всей области Закон-то у нас Вступил на территорию Всего субъекта Напоминаем Что с 1 марта У нас запрещено Во-первых Запрещена деятельность Общепита Заведение Общепита Ну как мы уже Окрестили их Наливайки всевозможные Да Если площадь Меньше 50 квадратных метров Я знаю Знаешь еще Если отвлечься От заявленной цели Шаговая доступность Хотя тоже достаточно сомнительно Опять же Есть магазины Которые буквально через дорогу То есть Вот этот закроется Следующий не закроется Поэтому не знаю Тут какая шаговая доступность Просто вот Сам факт Того что Государство плодит законы Которые один за одним Они не работают Мне кажется Это некоторые Репутационные риски Просто-напросто Для законодателей Для самих Давай поприветствуем Валерия Турула Президента Ассоциации защиты Прав малого и среднего бизнеса Валерий Николаевич Добрый день Добрый Да Рады вас слышать В прямом эфире Мы сегодня говорим Про новые ограничительные Антиалкогольные меры У вас большой опыт работы Будучи депутатом Вы тоже поднимали И заостряли Эти вопросы Вот то что произошло У нас с 1 марта Насколько круто вы считаете Или Ну ничего Вполне себе Сойдет Переживем Нет Дело в том Что мы должны быть Ну не утопистами Да Иллюзий никаких не питать Мы четко представлять Должны Что на сегодняшний день Конкуренция На рынке Реализации товаров Первой необходимости И прежде всего Товаров продовольственных В общем-то Обострилась И обострилась И случайно Учитывая что доходы Населения упали И Гипермаркеты И супермаркеты И системные магазины Типа Пятерочки Магнита Там Глобуса Они терпят Достаточно Большие Ну Не убытки Я бы сказал А Снижение Денежной массы То в данном отношении Надо за что-то Зацепиться И таким образом Переиспределить Товарные потоки А мы с вами Уже не один раз Отмечали Что малый бизнес Торговый Он где-то берет Около 15-17 процентов Общего оборота По городу Кирову Это очень серьезная сумма Следовательно Где эти деньги Находятся Понятно Что в быстром обороте Находится алкогольная продукция И мы В свое время Если вы помните В 13-м году Под эту тематику В общем-то Терпели крах Системы Малого предпринимательства Это киоски Как называемые Так называемые ларьки Которые закрывали Ввиду там Ненормальной Архитектурной Обстановке И так далее Ну находились Различные Социальные Объяснения Почему их Необходимо закрыть Но предлагалось Перевести Вот эти все Торговые точки В стационарные На стационарные Площадки В дома И так далее И говорили о том Что если там Не менее 40 метров Мы дадим вам лицензию Вы будете торговать Пивом И так далее Но ясное дело Что Безалкогольным На всякий случай Подобные действия Было невозможно Тогда тоже Шел разговор О том Что мы дадим Гарантии И все Там замечательно И так далее Но мы В очередной раз Наступаем на Те же самые Грабли Когда трудности У крупного торгового Бизнеса Возникают То Крайним Остается В этом процессе Под различными Предлогами Малый бизнес Ну я вам скажу Так что Ко мне уже приходили Многие предприниматели Они В общем-то Высказывали Недоумение Еще в прошлом году И мы готовили Соответствующие Документы О том Что Предлагали Не торопиться С введением Этого новшества О запрете Торговли Там пива И так далее Там подобных Спиртных напитков В помещениях Которые находятся В жилых домах Тогда Единственное Чего мы добились Это Переноса Реализации Этого закона До марта месяца Ну Сегодня мы имеем То что имеем А учитывая Что идет СВО Учитывая Что Некие Особые Такие Ну что Финансовые Потоки Нами Отмечаются То Ну Самым простым Путем Пошли Что опять Должен За все Платить Малый бизнес Вот такие Вещи Но у меня Это абсолютно Вызывает Недоумение С точки Зрения Того Что Не раз Обещал нам Город И область Что будет Сформирована Соответствующая Стратегия Развитие Малого Бизнеса И прежде всего В торговле И если вы слышали Ну буквально Вчера Или позавчера Я там Слушал комментарии Минпромторга О том Что Необходимо Проявить Заботу Внимание По развитию Вот этих Малых Торговых Точек Вопросы Продовольственной Безопасности Выдвигаются На первое место Прежде всего Овощи Там Бакалеи И так далее Там подобные Чтобы подстраховать Ситуацию А здесь Все идет Наоборот Решается Малый бизнес Достаточно Существенного Потока Который позволяет Обеспечить Его выживаемость И при этом На что мы Рассчитываем Я не знаю Вот мой Комментарий В общем-то Больше такого Недоумения Непонимания Какая-то диверсия Что ли По-другому Я не могу Отсунуть Пить-то меньше Станут Валерий Николаевич Раз Да дело-то Ну как вы Не понимаете Пить-то все равно Кто-то купил Сколько и будет пить И в данном отношении В малом бизнесе Вы на это тоже Не обращайте Внимание Фуферики Продолжают торговать Пиво запрещают А это Решают Торговать Какой-то кошмар Я заходил В пару точек Везде стоит Начиная Там с фитофор Если вы обратили внимание Тоже Фуфыриками Этими торгуют И эти Малые точки Торговые Тоже торгуют Фуфыриками Но пиво запрещают Они вывезли Табличку Что Пивом не торгуем Хотя пиво Там есть Учитывая Что В остатках Оно у предпринимателей Осталось И они рассчитывают На то Что Такими полулегальными Путями Они все же Реализуют Это пиво Но дальше Что делать Я не знаю Как там у нас говорят Про строгость Российских законов Которая компенсируется Необязательностью Их исполнения Да дело даже не в этом Вы понимаете Что Сколько Употребляли Столько и будут Употреблять А Жизненный опыт Показывает Что чем тяжелее Материальное положение Людей Тем больше Они будут пить Тем больше Тем больше Тебе Понимаете Спасибо И это Это не решение вопроса Решение вопроса Если люди начнут Увеличивать свой доход Государство На сегодняшний день Показывает нам Видимость Что люди Становятся Богаче Но Мы с вами Живем В реальном мире Мы же отлично Понимаем Что перераспределение Доходной части Населения Осуществляется В сторону Продуктов питания Валерий Николаевич Валерий Николаевич Да Просим прощения Времени Совершенно уже не остается Спасибо за этот подробный Яркий комментарий Валерий Турова Президент Ассоциации защиты Прав малого и среднего бизнеса Ну вот Интересно Валерий Николаевич За два эфира Два эфира Мы провели Несколько спикеров У нас за это время были И только Автор законопроекта Непосредственно Выразил Оптимизм Уверенность В том Что это действительно Повлияет на Алкоголизацию населения Уменьшит Уменьшит ее Алкоголизацию Хотя мы прекрасно понимаем Что альтернативы Очень много На этом завершаем Первую часть программы Дневной разворот Другая тема Через 25 минут Не переключайтесь